Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, 20 ноября, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 8, стихи 41 по 56. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. ПЕСНЯ 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 И дивистость родителя и я, он же повели има, Никому же поведать и бывшаку. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веруй, и спасена будет. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра и Анна и Иакова, и отца, девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон, взяв ее за руку, возгласил, девица, встань. И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. По возвращении Господа из страны Годаринской, народ уже ждал Иисуса Христа, чтобы услышать Его учения и увидеть совершаемые им чудеса. В числе прочих ожидал Господа и начальник синагоги, Иаир, чья единственная двенадцатилетняя дочь была при смерти. Иаир слышал о многих чудесах, совершенных Господом, посему и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, чтобы исцелить его дочь. Когда же Господь пошел к дому Иаира, народ с особенным любопытством устремился за Ним, и так как каждому хотелось быть поближе ко Спасителю, все теснили Его. В то же время женщина, страдавшая болезнью кровотечения, протеснилась в толпе и незаметно прикоснулась к краю одежды Спасителя. По закону Моисея, женщина, страдавшая такой болезнью, считалась нечистой и не должна была никому прикасаться. Но эта несчастная женщина имела горячую веру в то, что одно только прикосновение к одежде Господа Иисуса Христа исцелит ее. И вера эта была оправдана. Она тотчас выздоровела, ощутив, что иссяк источник крови. В это время умерла дочь Иаира, и кто-то из его домашних пришел сообщить ему эту печальную новость и сказать, чтобы он не утруждал напрасно учителя. Видя отчаяние удрученного горем отца, Господь успокоил его, сказав, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя в дом, не позволил войти никому, кроме Петра и Анна и Иакова и отца девицы и матери, так как свидетелями чудо-воскрешения не могли быть люди, сомневающиеся во Христе. Господь сказал Иаиру и его домашним, «Не плачьте, она не умерла, но спит». Александр Павлович Лопухин отмечает, «Этими словами Господь выражает общеизраильское представление о смерти. Смерти, как бы говорит он, собственно, нет. Душа человека бессмертна и со временем должна соединиться с телом, которое она оставила. Поэтому состояние умершего похоже на сон. Если Иаир так глубоко верует в это, то ему нет причины предаваться отчаянию». Взяв девицу за руку, Господь сказал ей, «Девица, встань!» и мгновенно воскресил ее. Она же тотчас встала, и Он велел дать ей есть. Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, является гимном веры, свидетельствующим о том, что в трудные минуты жизни мы не должны отчаиваться, но лишь возносить усердную молитву и надеяться на то, что Господь по вере нашей даст нам просимое, потому что благодатная вера является великой силой соединяющей человека с Богом. Такая вера дается Господом в ответ на труды, понесенные ради Него. Чтобы получить дар веры, нужно стараться в своей жизни угождать только Богу, исполняя Его волю и заповеди. Поступая так, мы будем чувствовать, как Спаситель входит в нашу жизнь и действует в ней, творя чудеса по нашим молитвам. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Душа моя Господа, благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи! Благослови, Душа моя Господа, 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 благослови, Душа моя Господа,